Здравствуйте, дорогие братья и сестры! На библейском портале Экзегет мы рассматриваем трудные места Священного Писания. И сегодня у нас действительно такое вот особое место из первого послания к Коринфянам из 11 главы, которое относится к причащению святых христовых тайн, но при этом к причащению недостойному. И в этой связи святой апостол Павел пишет, ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Отсюда возникает вопрос, что вообще значит недостойно есть и пить, вкушать вот от причащения святых тайн, что значит недостойное причащение. И самый главный второй вопрос, неужели действительно можно болеть и умирать из-за того, что ты недостойно причастился святых христовых тайн? Да, действительно, именно так. Раз апостол Павел пишет об этом, о том, что это было среди коринфских христиан, то значит это реальный факт. И вот апостол Павел, он описывает, что далеко не все коринфские христиане собирались с должным настроем на таинство причащения, и у них не хватало благоговения. И вот апостол Павел пишет, что действительно именно из-за этого, из-за неблагоговейного причащения святых христовых тайн, многие из вас немощны и больны, и немало умирает. А почему так? С чем это связано? Это связано с тем, что вот вообще причащение святых христовых тайн, это причащение самой жизни. Господь Иисус Христос есть наша жизнь, жизнь воплотившаяся, вот он осветил человеческое естество, и приобщаясь его плоти и крови, мы приобщаемся самой жизни. А если мы внутренне, ведем себя так, что наше сердце, наше сердце, оно совершенно чуждо Господа. Если мы не имеем ни веры, ни покаяния, если мы горды, надменны, и у нас злоба, ненависть живет, то значит мы внутренне полностью вот противоположны Духу Господню. И значит мы не можем стать причастниками Господа, и, а Господь есть жизнь, если ты не становишься причастником Господа, значит ты не становишься причастником жизни. Из-за этого умираешь, но прежде всего умираешь духовно, будучи чужд благодати Святого Духа, а затем уже, конечно, Господь может попустить и какие-то телесные болезни, даже вот такую телесную смерть. Вот вспоминается из потеряков, конечно, там речь не о телесной смерти, но больше, наверное, о духовной жизни или смерти. Вот как, допустим, преподобный Ефимий Великий, ему открывалось состояние души любого, вот приходящего к нему человека, он был прозорливым, он видел внутренний настрой любого человека. И вот когда причащали святых христовых тайн, то преподобный Ефимий Великий видел, что души одних, они просвещались и начинали сиять удивительным светом, светом божественным, а души других, вроде бы они тоже причащали святых тайн, принимали святые дары, вкушали их, но вдруг эти лица начинали мертветь, помрачаться, и сами эти люди становились как мертвые. А почему так? Потому что их внутренний настрой сердечный, он противоречил полностью таинству причащения. Вот Господь, Он весь есть любовь, весь есть смирение, и Господь в своей жизни явил любовь и смирение. А если у тебя в душе вместо любви ненависть, злоба, непрощение, если ты весь пылаешь злобы какому-то другому человеку, и при этом идешь причащаться святых христовых тайн, то неужели ты думаешь, что ты станешь причастником Господа только потому, что вот тебе протянули лжицу со святыми дарами, и ты вкусил эти святые дары. Нет. Если в твоем сердце нет духа, созвученного духу Господню, то значит, ты причащаешься в осуждение, в смерть себе. Господь явил смирение, а если ты весь пылаешь гордыней, так себя возвысил, что на всех смотришь свысока, то разве будет твое причащение во спасение тебе? Вот святой Иоанн Короштанский, он говорил, что после недостойного причащения святых христовых тайн, случается, что входит в людей сатана. Вот смотрите, насколько это страшная вещь. Мы думаем причаститься самому Господу, но недостойное причащение, оно влечется за собой то, что человек не причастником Господа становится, а он становится причастником дьявола, потому что он именно дьявола принял, как это случилось с Иудой, с Иудой, который присутствовал на тайной вечере Господне, но при этом мы читаем, что вошел в Иуду сатана, и он решил предать спасителя. И вот когда мы сами становимся сторонниками какого-то тяжкого греха, нераскаянного греха, блудного какого-то греха, гордыни, осуждения или прочих таких тяжелых страстей, то мы в каком-то смысле тоже становимся предателями. И по слову святого Иоанна Кронштадтского, такое причащение это как поцелуй Иуды. Иуда ведь подошел ко Господу, он поцеловал в щеку Господа, то есть как бы соприкоснулся вот непосредственно с самим Господом. Но при этом сам Иуда выразил только свое предательство и внутреннее сердечное отчуждение, что было ему в погибель. Поэтому также и у нас, если мы идем с неправильным настроем, то и наше причащение будет подобно поцелуе Иуды. И вот тут возникает вопрос, а что же это значит, вот это причащение в осуждение? Что означает этот неправильный настрой? И тут я сразу скажу, что вот не нужно братья и сестры впадать в какое-то вот отчаяние, уныние и говорить, что вот подожду, когда я стану полностью достойным, тогда пойду причащать святых христовых тайн? Нет. Для достойного причащения святых христовых тайн нужно всего лишь три составляющие. Самое первое – это вера. То есть вот твердо верить, что мы действительно приобщаемся к святым телу и крови Христовым, а не просто вот хлебу и вину, как просто каким-то вот символом. Это знаете, вот у протестантов есть у них, у них тоже вроде бы вечера Господня, но при этом они считают, что это остается хлеб и вино, и они как бы просто воспоминания тайной вечери. Соответственно, они не причащаются святых тайн, потому что они в это и не верят, да, собственно, и апостольского преемства у них не сохранилось. А вот один знакомый священник, вот у него, когда он еще диаконом был, тоже какие-то возникли сомнения, и вдруг он, находясь у чажа, прямо почувствовал, как запах такой крови. Иногда это бывало, давалось такое свидетельство наглядное людям, которое удостоверяло их в том, что действительно это не просто хлеб и вино. Вот как святитель Игнатий Бринчанинов описывал, он еще учился в военно-инженерном училище, и там один из учащихся, причащая святых тайн, засомневался в том, что действительно мы приобщаемся к самому Господу, и когда он принял святые дары со лжицы, то почувствовал вдруг во рту своем, как будто у него сырое мясо и кровь, и только когда он исповедовал этот свой грех, то святые дары приняли свой прежний вид, и тогда он смог их проглотить, вкусить. Ну, конечно, это такие вот особые знамени, потому что мы понимаем, что на самом деле святые тайны – это все-таки не сырое какое-то мясо, не какая-то вот сырая кровь, а в каждой частице святого причастия пребывает весь Христос, недробимый и неделимый. То есть мы не какое-то там сырое мясо вкушаем, а мы приобщаемся к самому Христу, который пострадал на кресте, пролил за нас действительно свою кровь, и который воскрес. То есть вот как святой Игнатий Богоносец говорит об этом, что мы, причащаясь святым телу и крови, мы приобщаемся именно как к врачевству бессмертия, потому что мы приобщаемся к Господу, который пострадал, но он же и воскрес. И вот это вот причащение – это и есть приобщение к воскресению Христова в том числе. И поэтому священнослужители в алтаре, вот когда они только-только причастятся, а народ еще только готовится в храме ко причащению, то священнослужители уже в своих молитвах произносят, читают «Воскресение Христово видевшее поклонимся Святому Господу Иисусу». Священнослужители после причащения возносят пасхальные молитвы, песнопения произносят. Так что это таинство, которое мы не можем до конца исчерпать своим умом, но самое первое – от нас требуется вера. Если ты не веришь в таинство причащения, что ты действительно приобщаешься к телу и крови Христово, то тогда вот действительно лучше воздержись. Второе условие – это покаяние. Покаяние. Вот если ты самоуверен и считаешь, что у тебя никаких грехов нет, что ты весь такой вот достойный, правильный по жизни, то тогда лучше вот постой в стороне, потому что Спаситель говорил, «Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». И мы находимся в величайшем заблуждении, когда видим в себе какие-то достоинства и не замечаем своих темных сторон. Это страшное такое заблуждение. Это значит, что мы не видим самих себя. Мы не познали самих себя, не знаем своего собственного сердца, насколько оно испорчено. Вот поглядите только внутрь самих себя. У нас то ропот, то недовольство какое-то, негодование, осуждение, зависть. У нас эти мысли, они вот как змеи ядовитые, которые нас жалят, нам же самим причиняют боль. Вот так наши внутренние страсти, или бывает так, что всплеск каких-то недовольных, злобных мыслей, тоже как будто это рой ос. Вот осы целым роем поднялись, и они тебя жалят. Вот так бывают наши злобные или завистливые, или какие-то скверные мысли, которые причиняют нам боль. И мы не видим, что душа наша как сплошная язва. Нет ни одного живого места. Вот нужно бы это увидеть, и вот тогда смело идти причащаться, братья и сестры. Если вы видите себя всецелыми грешниками, то как раз ваше причащение и будет достойным и правильным, потому что мы идем причаститься к святых тайн, во исцеление души и тела. А чтобы вот просить во исцеление, надо увидеть болезнь своей души и своего тела. Причем тело болезни не в смысле там насморк, чихание или там еще что-то, живот болит, а в том смысле, что и душа у нас страстями пронизана, и тело тоже какими-то блудными поползновениями, очень любит какую-то негу, покой, комфорт. Так что вот это вот увидеть и просить Господа, вот увидеть, сказать, Господи, я весь недостоин, весь грешен, прости меня грешного. И идти с таким настроем к причащению святых тайн, с покаянием, конечно же, исповедовавшись, искренне и сердечно. И вот этот настрой, он и будет правильным. Такое причащение и будет достойным. А не то, что ты, признав себя грешником, удалился от чаши евхаристической и думаешь, что ты спасешься. Нет, это неправильно. Вот ко Господу приходили блудницы, мытари, самые отъявленные грешники, злодеи, и Спаситель одним прикосновением их исцелял. Вот также прикосновением святых тайн христовых Спаситель и нас исцелит. Только бы мы признавали себя именно мытарями, блудниками и блудницами, грешниками, а не фарисеями, понимаете? Осознавали себя, которые вот закон мы соблюдаем, все мы правильно выполняем, поэтому мы все такие вот пред Богом хорошие и правильные. Нет, это вот будет недостойное причащение святых тайн. И третье, третье, это благоговение. То есть вера, покаяние и благоговение. А благоговение означает, что ты идешь вот таким вот сердечным трепетом, осознавая свое недостоинство, что ты вот самому Господу подходишь. Это вот, конечно, очень трудно вот так вот передать, но это такой вот священный страх и трепет, сердечный, а не какое-то такое понебратское отношение как к чему-то привычному. Вот как бывает, знаете, люди вот они привыкли где-то на заводе за станком работать и что-то штампует, штампует, штампует. Вот если мы тоже привыкли к причащению святых тайн, что мы с короговоркой вычитываем правила молитвенные, приходим, составляем такой условно-схематичный список своих грехов, тоже у нас сердце никак к этому не причастно, прочитали, получили билет на причастие, пошли, и уже исчезает вот это чувство благоговения сердечного, нет чувства святыни. И тут вот тоже немножечко мы скатываемся, мы теряем вот это вот достойное причащение святых тайн, и потом Господь действительно попускает нам какие-то болезни, недуги, чтобы мы хотя бы немножко вот так вот взбодрились, пришли в себя, увидели свою неустойчивость и начали просить Господа молиться ему. И тогда в болезнях, вот замечал я не раз, люди начинают очень сердечно каяться, исповедоваться, и причащаются святых христовых тайн, вот так как это вот для них, ну просто существенно значимо, потому что человек, может быть, сегодня он расстанется земным бытием, и вот он идет Господу как источнику жизни вечной и как источнику жизни временной в том числе. Бывает такое, что люди действительно исцеляются после причащения святых христовых тайн, эти случаи, они, в общем-то, постоянно происходят, не буду их пересказывать, это есть, но вот бывает и такое, что мы осуждаемся, когда не имеем веры, не имеем покаяния и не имеем благоговения. И апостол Павел здесь вот еще что добавляет? Да, вот он говорит, оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает, а дальше он добавляет, ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. То есть, если бы мы пытались сами произносить суд, то у нас безрассудство, мы все время себя оправдываем. Но ведь мы же пред Божьим судом, а для Господа все открыто, вот как тем подвижникам, которые видели сердца людей, и как они причащаются святых тайн, вот, кстати, преподобный Макарий Александрийский, он тоже видел, как кто с каким настроем причащается тайн Христовых, и одни, и даже он видел, что именно ангел Божий вместе со священником преподает святые дары, и одни, причащаясь, они начинали сиять, как солнце, а другие, вот им вроде преподают святые тайны, но вдруг эти святые дары восхищаются обратно к алтарю, а бесы кидают им раскаленные угольки, и они опаляются, становятся как горелые головешки, вот эти нераскаянные грешники, которые гордятся, мечтают о себе, блудят и не каются, и считают себя лучше других, ну и не верят, в общем-то, в тело и кровь Христовы. То есть вот, бывает подвижным, тем более мы пред Господом, открыты мы, судимы им. И апостол Павел пишет, будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. То есть на самом деле, вот все, что писал апостол Павел, что да, вот вы из-за недостойного причащения бываете немощны, то есть какие-то болезни немощи испытываете, и больны, и даже немало умирает из вас. Но это, оказывается, Господь попускает нам в очищение нашего неблагоговейного причащения святых тайн. То есть это Господь тоже попускает для того, чтобы христиане понесли какие-то скорби, как очистительные для них. Он говорит, мы наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром, вот с тем миром, который погряз во грехах, и которому не нужен Господь. Не смирается этот мир, кается. Вот он осуждается в своем безрассудстве, и вот чтобы мы, христиане, не были осужденными вместе с этим миром, Господь и попускает вот эти немощи, болезни, даже смерть от недостойного причащения святых тайн, что служит во искуплении наших грехов. Ну, братья и сестры, все-таки так, конечно, может быть, я, получается, немножко страхов тут навел на вас, но лучше всего, вот святые отцы говорят, идти в простоте сердца причащать святых тайн, признать себя всецело грешными, недостойными пред Господом. Мы до конца не сможем себя полностью всецело как-то подготовить и сказать себе, что все, вот я теперь достоин причащаться святых тайн, пойду. Вот ты, главное, верь в таинство причащения, что сам Господь здесь предстоит тебе, а ты кайся в своих грехах, не бойся исповедоваться предсвященникам. Когда вот не боишься исповедоваться, вот сделай этот шаг, то и потом свобода на сердце удивительная просто. И с благоговением, со священным трепетом приступай к чаше Христовой, вот старайся все-таки почаще причащаться, да и исповедоваться почаще, потому что регулярная исповедь и причащение святых христовых тайн, они нас спасают. Вот когда мы живем, в течение недели у нас просто куча всего происходит, наваливаются неприятности какие-то, где-то у нас малодушие, где-то сорвется злое или скверное слово, про мысли уже и говорить нечего. И прожил ты вот эту неделю, вот в конце недели все-таки исповедуйся, покайся в своих грехах и причасти святых христовых тайн. Ну, если не в силах, вот святые отцы советуют хотя бы раз в две, в три недели, но все-таки особо не затягивай, потому что причащение святых христовых тайн это причащение подлинной жизни, да сподобит ее всех нас Господь. Аминь. Продолжение следует...